Лук-порей Существует несколько сортов лука-порея. Его листья могут иметь зеленый, синий или фиолетовый цвет. Некоторые сорта можно выращивать в начале сезона, другие поздно. Некоторые сорта выдерживают очень сильный холод, другие должны бороться, чтобы пережить зиму. ОПЫЛЕНИЕ Соцветия лука-порея представляют собой зонтик, состоящий из мелких обоеполых цветков, по отдельности стерильных. Им нужны насекомые для оплодотворения. Это означает, что лук-порей аллогамин. Также существует риск перекрестного опыления насекомыми между различными разновидностями лука-порея и с некоторыми видами дикого лука-порея. С другой стороны, лук-порей не скрещивается ни с луком, ни с шнит-луком, ни с луком-батуном. Чтобы избежать нежелательного перекрестного опыления, два вида лука-порея не следует сажать в пределах одного километра друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 400 метров при наличии такого естественного барьера, как живая изгородь. Можно практиковать сортовую изоляцию при помощи противомоскитных сеток. Также вы можете закрыть один сорт с помощью фиксированной москитной сетки с пчелиным ульем внутри. Или вы можете закрыть разными сетками две разновидности. Открывать одну, в то время как вторая закрыта в первый день и наоборот на следующий день. К этим техникам мы будем ссылаться в блоке о механической изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл развития лука-порея Выращивайте лук-порей, предназначенный для семян, в первый год вегетации, так же, как и лук-порей для потребления. Растения дадут семена на второй год выращивания. Растения дадут семена на второй год выращивания. Избавьтесь от лука-порея, который зацветает в первый год вегетации. Впоследствии растения из семян этого лука будут иметь тенденцию рано цвести. Существуют разные способы сохранить семенные растения лука-порея зимой. В регионах с суровыми зимами выкапывайте их до наступления больших холодов. Важно выбирать семеноносные растения в соответствии с конкретными характеристиками сорта. К ним относятся скороспелость, размер и толщина стебля, цвет листвы, устойчивость к морозу и заболеваниям. Отберите 30 растений, поскольку зимнее хранение часто приводит к потерям. Затем поместите их в контейнер с песком или грунтом в прохладном, но защищенном от мороза месте. Вам нужно 20 растений для семян, чтобы гарантировать хорошее генетическое разнообразие. Некоторые так называемые летние сорта легче перезимуют, если вы это сделаете. Очевидно, что проще всего оставить их в земле, если это позволяет климат. Весной перезимовавший в песке лук-порей снова высаживают. Обрезка листьев поможет обеспечить хорошее развитие растений. Субтитры создавал DimaTorzok Цветоносный стебель «Стрелка» вырастет до конца весны на высоту полтора метра и более того. Поэтому растения должны иметь опору, чтобы не опрокинуться. Отдельные цветки зонтичного соцветия лука-порея цветут в течение четырех недель. Общая продолжительность от цветения до созревания семян очень велика. Семена созревают, когда коробочки, сменившие цветки, высыхают, раскрывая семена черного цвета. Чтобы собрать семена, отрежьте зонтик с частью стебля, положите их в мешок из ткани и оставьте сохнуть в теплом и вентилируемом месте. В холодных и влажных регионах, чтобы предотвратить падение семян на землю под воздействием ветра или дождя, соберите урожай до созревания и дайте ему созреть в сухом месте. Извлечение, сортировка и сохранение семян лука-порея осуществляется практически так же, как и для лука. В первую очередь разотрите соцветия вручную, а потом раздавите коробочки с помощью скалки. Чтобы удалить застрявшие семена, оставьте семенные коробочки в морозильной камере на несколько часов. Таким образом, семена извлекутся легче. Для сортировки используйте мелкое сито, которое удерживает семена и удалит пыль. Завершите провеиванием семян для устранения мелких отходов. Для этого необходимо высыпать их вниз в ветреном месте, подуть на них перед собой или использовать небольшой вентилятор. Далее залейте семена холодной водой и перемешайте. Более тяжелые плодоносные семена упадут на дно емкости. А пустые неоплодотворенные семена и отходы, оставшиеся на поверхности, удалите. Затем высушите хорошие семена на тарелке. После полного высыхания они будут сыпаться, как песок. Всегда помещайте в пакет этикетку с названием сорта, вида и года производства семян, потому что иногда надпись на пакете может стереться. Оставьте семена на протяжении нескольких дней в морозильной камере. Это поможет устранить личинки паразитов. Семена лукопорея имеют схожесть два года, но ее можно продлить до шести лет. Постоянное хранение в морозильной камере семян, которые очень быстро приходят в негодность, продлевает схожесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова